Во Франции отметили купалием, поиски цветка счастья, хороводы и прыжки через костер. Необычные для этих мест забавы встречали гостей праздника. Его в третий раз организовало посольство нашей страны во Франции. Все происходило в пригороде Парижа, в усадьбе белорусского художника Романа Заслонова. В гостях у мастера побывала и моя коллега Ольга Бурлакова. Вянки из луговых кветок, пах свежевыпеченных драников и песни для вогниша на белорусской мове у Франции святкуюсь белорусской купальне. У пригороди Парижа раскинулося сопраудное межнациональное гулянье. Тут навод природа нагадывая нашу, белорусскую. А песнь купальня же хоры Пятой Республики хоть и не ведали, але все ровно широ подпевали на свой французский манер. А еще танцевали в караводах. Кожный из гостей состракает шаровную купальскую ночу, надеясь найти свою кветку счастья. А малю все, как на белорусской земле, и это недалеко от правды. Бо прямая свята наш земля, кавыдатный мостак, який шмат годов живе у Франции. Роман широ запросил на купальне до себе у дом усих, кто, саправды, любит синявокую. Самое главное – это тепленья и душевность, такая ширость этого свята. И то, что это свято отбылось у меня в хате. Некоторые из гостей про такую незвычайную традицию доведались у першыню, як и мадам Маньяр. Але француженка тут же отзначила. Про роль у Беларуси на международной политичной арене шмат шоула раней. Я вельми рада присутничать на этом святое Беларуси. У нас, до речи, есть подобное. Наши культуры близкие. Раней наш президент Алант наведовал Республику Белару для того, как заключить минские погоднения. Я споделюсь, что эти погоднения будут выполняться, и на Украине усталюется трывалый мир. Пришел сюда всей семьей. Это дивное святое, якое заховалось с давних часов. Я тут доведался про такие звычай. Коли хлопец взял шина и прыгают через вогниши, и коли их руки не разорвутся, тогда и яны дон завжды будут разом. Беларусское святое на французской земле посольство нашей краины организует третий год запор. И можно с упыльненностью казать, что отзначать купальню Франции уже стало доброй традицией. Для нас, для беларуских дипломатов, вельми важно, что беларусы, которые проживаются в Франции, подтримали нашу инициативу уже традиционно. А в Франции отбывается беларусская историческая купальня. Мы можем видеть сегодня шмот гостей, которые опрануты у беларусской вышиванки. Это как беларусы, так и французы, которые любят Беларусь и хотят познакомиться ближе с нашей культурой, с нашей историей. Колоритные свято и добрые традиции не стратили свою актуальность и за тысячи километров от Беларуси. Мы можем и заховываем спадшину протков. Ольга Бурлакова, Антон Филанович, столичная талибатша, не Франция!